В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему юбилею Люберец. Как преобразился округ за последние годы и какие мероприятия пройдут в рамках празднования 400-летия, ответы на эти и другие вопросы даст Богдан Колесников. Строительство объектов социальной инфраструктуры, благоустройство парков, завершение первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта и строительство трассы М5 Урал в обход поселка Октябрьский. Еще одна важная тема – благоустройство прибрежной зоны озера Черного, которое находится на границе с Москвой. Был найден механизм использования этой земли, и на следующий год мы также реализуем на площади 50 гектар благоустройство огромной парковой территории. При реализации этого проекта, так как это две территории, мы построим мост Дружбы. Такое рабочее название. Этот мост Дружбы соединит два берега, и людям до метро нужно будет ходить уже в одну сторону не два километра, а километр. То есть мы стараемся любой проект реализовать на основе тех пожеланий, которые, конечно же, говорят нам жители. О том, что Люберцы динамично развиваются, подчеркнул и вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. То, что, в общем-то, сделано в последние годы в Люберцах, это не то, что там 3-5, это последние 20 лет в Люберцах, мне кажется, очень серьезно поменял вообще имидж всего этого города, и теперь уже не город, а городского округа, когда включены и Томилино, и Малаховка, и Красково, и так далее. Это все один комплекс, функционирующий вместе, и, конечно, с точки зрения лидеров, это один из лидеров под Москвой. Говорили не только о развитии округа. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о своем знакомстве с Малаховкой, где проживали ее родные, и о первой школе, ныне 46-й гимназии, которую окончил ее отец. Там в том числе проходило и мое детство, куда меня отправляли и на каникулы, и на выходные, где мы собирались с родителями, с огромной семьей дедушки. В этой самой школе моего папу буквально по-настоящему окунули в мир литературы, истории. Папа мой стал специалистом в международных отношениях, потом он выбрал востоковедение, но он мечтал всегда о том, что сможет реализоваться именно на этой дипломатической, международной ниве. Познание международных отношений пришло ко мне от моего папы, которому все это привела Малаховская школа. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поддержала предложение организовать в Люберцах на ее призы всероссийские соревнования по спортивной гимнастике и выступила с инициативой провести спортивно-гимнастическое шоу. В этом шоу принимают огромное участие в том числе и воспитанники детско-юношек спортивных школ, которые в том числе занимаются в разных уголках нашей страны. А если мы это сделаем в Люберцах, то это будут и дети, и коллективы танцевальные, которые занимаются в учреждениях культуры, искусства в Люберцах. Поэтому если у нас состоится этот проект в следующем году, я буду только счастлива. Темы на встрече поднимали разные, но основная связана с 400-летием Люберц. Какие мероприятия проведут в День города, рассказал Владимир Волков. Мастер-классы музыкальные, спортивные, разные абсолютно будут сюрпризы. И, конечно же, это концертная программа, где будут выступать различные коллективы нашей эстрады. Поэтому приглашаем всех. 1 сентября это больше официальная часть, когда мы открываем социальные объекты, а 2 сентября, в субботу, кульминация праздника. Поэтому ждем всех, чтобы вместе отметить наш юбилей. Специально к юбилею Люберец диджей Грув написал танцевальный гимн, который исполнит на главной сцене 2 сентября. Также в концерте примут участие музыкальные группы «Балаган Лимитед» и «Гаязов Бразерс», Алексей Гоман, Александр Асташонок, певица Света и многие другие. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.